меня зовут баландин иван я специалист консультант по рп компании кодерлайн сегодняшняя тема нашего вебинара это типовой перенос данных из 1с упп в 1с erp ну и также он поддерживает и комплексной автоматизации мы сегодня обсудим особенности пола переноса какие необходимо произвести настройки как подготовить базу упп посмотрим этапы переноса посмотрим как происходит загрузка остатков исправочников 1с erp и с помощью чего можно проконтролировать перенос данных ну и также в конце вебинара я отвечу на вопросы если они будут то о чем мы так долго говорили наконец свершилось на фирма 1с предполагает завершить поддержку 1с упп 2026 году данный продукт уже прожил очень длинную жизнь 22 года и в свете этого события очень актуально произвести выбор новой системы ну и провести миграцию с пп на то что было выбран но здесь немножко ведь разложения до сравнения системы у пп масштаб конфигурации сколько справочников кодов строк сделано до комплекса автоматизации erp ну и понятно есть управление холдингом корпорации все остальное в данном разговоре будем все таки больше отталкиваться от erp но и все что было будет ну и сказано дальше также относится и комплексной автоматизации на что необходимо обратить внимание перед переносом из упп переносятся в основном это справочники и остатки на даты какие выгружаются контур из упп выгружается бюджетирование через нормативно справочную информацию но бюджетирование также потребует потом настройки верты производственные учеты выгружается нормативно справочной информации остатки регламентированный учет переносится остатки на дату перехода и нормативно справочной информации а но также нам потребуется потом доработка и программы в дальнейшем По зарплатам и кадрам мы также выгружаем всю нормативно-справдущую информацию. Переносится данные для расчета заработной платы за последние три года, данные ПДФЛ сотрудников, если переход будет начислен с нового года, ну и данные взаиморасчетов сотрудникам. В принципе, система позволяет переход осуществлять на любую дату в периоде, но, как мы с вами знаем, правильные и корректные такие вещи делать все-таки с начала года, чтобы система позволяла вести более грамотно учет. Какие есть ограничения типового переноса? Не передаются, ну, то есть мы должны привести порядок базу и убрать то, что будет мешать нам при переносе. То есть не перенесутся отрицательные значения по остаткам, по взаиморасчетам. Естественно, она и, в принципе, система тоже такого не приемлет, но мы должны это все прочистить, убрать заранее. Не передаются остатки по завершенному производству. Взаиморасчеты осуществляются по бухгалтерским счетам 60, 62, 66, 67. По 76 счету документы будут перенесены операциями. Если остатки по оперативному учету будут отличаться от регламентированного учета, то регламентированный учет соберется за эталон. Данные будут взяты по нему. Также не будут перенесены нулевые остатки к складам, то есть справочки будут только те, которые активны. Амотивная справочная информация переносится всеми элементами справочников. Авансы, выданные и полученные по заказам контрагентов, переносятся без разбивок по заказам. Будет просто перенос аванса за клиента. Ну, что мы должны сначала сделать? Первое и самое важное. УПП должно быть обновлено до текущего релиза. Поэтому весь перенос, который мы сейчас здесь обсуждаем, это перенос типовой конфигурации УПП. Потому что в процессе жизнедеятельности компании, которая использовала УПП, обычно очень много она обрастает костылями, доработками и всего остального. И вот эти схемы, которые были реализованы, ну, не смогут перенести корректно через типовой обмен информацией. Поэтому первое самое важное требование. УПП должна быть типовая. УПП должна быть обновлена до текущего актуального релиза. В системе УПП должны быть выполнены все регламентные операции на дату вырузки остатков. Ну, такие как... Отчтение амортизации, закрытие месяца, расчеты ДНС. Возможно, нужно перепровести какие-то документы, чтобы восстановить последовательность взаиморасчетов, бухгалтерских итогов, все остальное. То есть перед тем, как выгружать, мы анализируем, в каком состоянии находится база УПП, в каком состоянии учет, все ли корректно закрыто, все ли по своим местам распределилось, нет ли отрицательных остатков. Также необходимо почистить УППшку от всяких ненужных элементов, которые помечены на удалении и все остальное, чтобы информация переносилась более быстрее, ну, и не несла за собой лишнего. Фирма 1С настроила типовой помощник по переносу данных с УПП в две конфигурации. Это 1С ERP и комплексная автоматизация. Кто что выберет, много про это обсуждалось, где и как. Ну, типовой перенос возможен в эти две конфигурации. Что мы сначала делаем? Мы в помощнике выбираем, в какую конфигурацию будет произведен перенос. Кстати, этот пункт очень важен, потому что в дальнейшем, когда мы будем попытаться загружать конфигурацию, если будет выбрана комплексная автоматизация при загрузке справочников ERP, он скажет, что была не выбрана неправильная конфигурация, и нам придется всю эту выгоду делать заново. Но то же самое будет и в комплексной, если мы будем перепутать. Система просто не пропустит данные для загрузки. Следующим шагом мы выбираем дату, на какую будут переноситься остатки, и организации, по которым будут осуществляться переносы. На следующем этапе мы выбираем справочники, какие необходимо перенести, разделы остатков для переноса, правила переноса, и если ведется НЦФО, то валюта международного учета. Также нам необходимо выбрать параметр переноса по зарплате и кадрам. Какие объекты, какие справочники мы переносим. Следующий шаг у нас совершенно простой. Мы должны указать имя файла, куда будет производиться выгрузка данных. После осуществления выгрузки система предусматривает контроль, то есть формируется отчет, протокол, в котором видно, что, в каком объеме произведена выгрузка, были ли какие-то ошибки в процессе выгрузки. Если были обнаружены ошибки, нужно поправить ВВП, то, на что система акцентрила внимание, и выгрузку повторить заново. Только после того, как протокол будет безошибочный, мы можем перейти перейти к следующему этапу загрузки данных в ERP. Данный обмен поддерживает поэтапный перенос данных. То есть мы можем не за одну выгрузку выгружать все справочники или все контуры учета, а разделять их. За чего это нужно? Допустим, в компании уже большая есть история введения и справочников, и история по базе данных и по данным. И выгрузка в один этап, но она может занимать очень долго времени, может быть, на несколько дней уйти в систему. Поэтому это можно разбить. Можно переносить часть справочников и группировать. Сначала первой волной одни справочники перенести, второй волной другие справочники. Можно распределить перенос остатков. Сначала выгрузить регламентированный учет остатки, потом заниматься выгрузкой информации по данным по зарплате и кадрам. Это позволяет, это дает нам некую гибкость в самом переходе. После того, как со стороны УПП произошла выгрузка, мы просмотрели все отчеты и ошибки не обнаружены. Мы производим загрузку в 1СЕРП, ну, либо комплексное, как я ранее говорил. Есть специальный помощник перехода с 1С Управления производственным предприятием. находится он на нормативно-справочной информации и администрировании под меню начальное заполнение. Он так и называется. Помощник перехода 1С Управления производственным предприятием редакции 1.3. В помощнике, естественно, мы также указываем путь, куда была просветлена выгрузка информации. Он должен быть соответствующим в предыдущем пути, который мы выбирали на этапе выгрузки из УПП. И далее осуществляется загрузка. Если при загрузке возникнут какие-то ошибки, программа выдаст предупреждение и отменит всю загрузку, которая была осуществлена. Есть специальные отчеты протокола, которые описывают ошибки, возникшие при переходе. и на основании них мы можем посмотреть, что пошло не так. Что нам нужно опять поправить, донастроить и произвести загрузку повторно. Какие типовые ошибки бывают? Версия УПП не была обновлена до актуальной. То есть система такую выгрузку не пропустит, скажет, что версия обмена данных не соответствует, обновить, потом проведите загрузку. Ну, как я ранее говорил, если будет ошибка в выборе конфигурации, вместо ERP выбрали комплексная астантизация, либо в обратном порядке вместо комплексной ERP тоже будет, система тоже не пропустит дальше этот этап и загрузки данных не произойдет. А также нужно брать с ИТС обязательно свежую обработку выгрузки данных. Если будут не соответствовать релизы ERP или УПП, то тоже у нас с вами ничего не получится, ничего не произойдет при этой выгрузке. как мы можем проконтролировать, что у нас получилось в итоге. После переноса данных создается протокол, где будет отображено сопоставление между конфигурациями по счетам учета в разрезе организации. Примерно так выглядит. Там, где все прошло успешно, все хорошо, там, где не прошло успешно, нужно будет обратить внимание и разобраться с этими ошибками. И еще у нас есть инструменты контроля. стандартный инструмент это оборотно-сальдовая ведомость, которую мы можем сверить в УПП и в ЕРП. Данные по регистрам бухгалтерского учета должны совпадать. Также сверку мы сделаем можем и по зарплате, какие прошли перенесенные остатки по отпускам неотгуленным, какие начисления, что где у нас происходит, то есть ручным способом. как видим мы что фирма 1С подготовила со своей стороны к прекращению поддержки УПП создан набор инструментов типовых, с помощью которых можно произвести достаточно простую перенос. Но перенос еще раз этот хочу акцентировать внимание используется там, где типовая УПП используется. В процессе переноса где-то, ну, так, по оценке самой же 1С, происходит где-то процент 80 переноса информации без каких-то дополнительных доработок обмена, либо каких-то дополнительных настройок. К сожалению, ну, или к счастью, ERP и комплексная автоматизация, они принципиально новые системы, они пошли дальше в своем развитии, и после самого переноса остатков, всего остального, нам нужно будет обучить пользователей этой системе, потому что переход от УПП до ERP это, ну, по моим ощущениям, такой же переход, как был между 1С77 и восьмеркой. Ой, где что? А здесь кнопка была, здесь кнопки не было. А почему документы теперь так называются? Как все плохо, как все неудобно? И где это все находится? То есть, нужно будет обязательно провести консультацию, обучение персонала на местах новой системе, иначе сам переход потом окажется, ну, невостребованный, потому что люди не смогут его использовать. Инструменты, которые предоставляет 1С, в принципе, достаточно простые. Если кто-то там осуществлял переходы и между бухгалтерией, где там с двойки на тройку переходили, да, и зарплата, когда она с 2,5 на 3,0 переходила, да, зуб у нас, то есть, это, в принципе, такие же средства, такой же переход, и в небольших организациях с простым учетом, в принципе, это все взлетает, спокойно настраивается, ничего там страшного нет. то есть, и со стороны сотрудников тоже осуществляет переход, IT-специалистов, это достаточно простая схема, вот, и, в принципе, где-то там условных за 20 часов, где как, где-то может быть за один день это можно осуществить, где-то там 2-3, по-моему, опыта происходит, можно получить новую информационную, современную информационную систему, в которых отражаются текущие реалии с точки зрения регламентированного учета и текущие реалии и требования бизнеса. Поэтому не стоит бояться таких переносов, они достаточно бюджетные с точки зрения вложений, и переход с одной системы на другой можно сделать достаточно быстро, ну, и если провести обучение, то и корректно в дальнейшем. Коллеги, я, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал, давайте попробую поотвечать на вопросы ваши. Ну, смотрите, первый вопрос про выгрузку с ERP 2.5. Да, к сожалению, сейчас есть некое отставание по текущим релизам, да, и, ну, тоже этот момент нужно обращать внимание. фирма 1С будет догонять, поддерживать актуальные переносы данных. С какими-то свежими релизами может не произойти обновление и переход. Поэтому, что мы можем сделать? Мы можем прочистить переход из релиза ОПП, в котором есть актуальная обработка, мы можем перейти на релиз ERP, с которой обработка это сейчас соответствует, а потом уже просто ERP обновить до текущей и проблем у нас никаких дальше не возникнет. Дата выгрузки. Дата выгрузки используется на конец дня. Смотрите, выгрузка нужна будет ERP после настройки ERP после выгрузки. До выгрузки мы просто закачиваем в пустую чистую базу. Информация, какая возможно, будет добавлена из ОПП. Но, естественно, мы понимаем, что, допустим, например, будет ли у нас адресный склад или неадресный склад, схема ордерная, неорденная будет использовать. Это все придется потом настраивать индивидуально под требования и пожелания клиента. Из ОПП переносится организация, справочники, адреса, счета расчетные. Такие основная информация. А уже сам учет ERP нужно будет настраивать, отмечать, в зависимости от тех потребностей, что требуется, какие-то модули подключать, какие-то нет. Да, перенос состоится остатками на число. Как я и сказал, если брать с точки зрения зарплатного модуля, то там переходится у нас перенос данных, которых будет необходимо данные переносится достаточные для формирования расчета среднего заработка за три года. Если будет перенос делаться не на начало года, а в середине года, то данные будут по НДФЛ, сколько было уплачено по сотрудникам. Ну, то есть, так вот, ну, как, это похоже чем-то на свертку базы, когда мы делаем в системе. Ну, смотрите, вопрос, можно ли перейти с УПП-1.2 на ERP? В самом начале своего семинара я озвучил, что тот механизм, который я сегодня предлагаю, этот механизм про типовой переход с типовой УПП на типовой ERP. До типового механизма перехода нужно обязательно обновить УПП-шки до текущего релиза. Текущего мы отлично понимаем, что это не меньше, чем 1.3. Ну, дальше там продолжается. Поэтому вопрос, можно ли перейти с УПП, переписанной 1.2 на ERP? Да, можно. Возможно, для этого типовым механизмом. для этого вам придется обновить текущую базу, порубить все свои костыли, которые туда принесли, все доработки, которые были, выгрузить остатками и переходить ERP, и там в зависимости от того, что вы доделали, пытаются переработать. потому что типовая обработка не понимает, что было записано, как изменено, куда это раскладывать и что с этим делать. Поэтому первый основной критерий использования типового перехода это текущий релиз типовая УПП. Если УПП не типовая, тогда лучше обратиться к франчайзе, интегратору, который вам сможет проведя предпроекты обследования какое-то, придать метод, каким способом переезжать и перемещаться. И как возможно те доработки, которые были сделаны с УПП, уже в ERP комплексно идут в типовом форме. Либо они предложат их чем-то модифицировать, и они будут более близки к тому, как использовалось в вашем предприятии. Ну, смотрите, что значит сама-не-сама. У нас идет выгрузка. Если у нас в 1СУПП использовалось несколько организаций, то в файле выгрузки как раз на основании него при первичном заполнении справочников все эти настройки будут включены. Возможно ли перейти на нетиповую ERP с типовой УПП? Да, возможно, но последовательность должна быть следующая. Мы с типовой УПП переходим в типовой ERP, а потом в ERP делаем доработки, которые нам необходимы. Перенесли остатки, перенесли все справочники и все остальное. Если нетиповая ERP сделана корректно и изменения туда внесены, то тоже можем уже в нее загружать эту информацию. Если вы в типовой ERP добавили эти справочники свои собственные, которые какую-то логику документов поменяли или новые документы, то естественно по ним ничего не выгодится. 1С ее не понимает вашу логику, не знает что куда подставить, если поставить. Нет, правил переноса документов за период не существует в типовой конфигурации, в типовом переносе, потому что существенно изменилась и логика документов, и то, как они заполняются, очень много параметров с точки зрения ERP в ERP не хватает для того, чтобы правильно заполнить документы. Этот настрой сделать возможен, но для этого придется все-таки обратиться контегратор. Если мы посмотрим даже по анализу ошибок, то здесь проверяется состояние счета 10, 41, 60. То есть получается у нас при типовом механизме формируются проводки регламентированного контура. Вот даже на анализе ошибок мы это видим, что система проверяет конечное сальдо, выгрузка прошла успешно или нет. Удобно ли вести бухгалтерский счет в ERP или лучше иметь отдельно бухгалтерию 3.0? это знаете, такой философский вопрос. Вот. Кому что, где удобно и как на это смотреть. с точки зрения единой системы корпоративной бухгалтерию в ERP это получается у вас корпоративная, единой корпоративной информационной системе. В этой системе каждое созданное действие в режиме онлайн сразу отражается в системе. Никаких нет импортов, экспортов, переносов. Но это также накладывает некий расширенный бухгалтерский учет, который в принципе бухгалтерам не сильно требуется, но чаще он больше востребован управленцем, директорам и руководящим сотрудникам компании. Поэтому с точки зрения бухгалтера ему легче работать с системой бухгалтерия предприятия. Она легче для понимания, легче для работы с точки зрения бухгалтера. Для бухгалтера, который работает в ERP, ему нужно немножко подтянуть свои знания, но ERP позволяет больше гибкости по учету. Ну и такие бухгалтера более востребованы, если они знают бухгалтерский учет ERP. Данные по НДС переносятся по остаткам. Я не готов сейчас конкретно ответить про WED. Если это отражается на оборотках, никаких проблем не будет. Какой поэтапный порядок перехода можете рекомендовать? Не совсем понял. Если мы обсуждаем типовой переход, который я сегодня демонстрировал, то поэтапно здесь подразумевается переноса остатков справочников в несколько этапов. Сначала справочники по организациям, справочники это зарплата в конце, все остальное. Здесь можно смотреть от того, какие справочники более загружены в компании, где счета, если мы об этом говорим. если мы говорим про вообще этап перехода и внедрения системы какой-то новой, ну, вы знаете, это классика. Следование, моделирование, поработка и все остальное. Я не говорил, что неудобно в ERP вести бухгалтерию. Я говорил, что бухгалтерия предприятия, она более, ну, как сказать, вот смотрите, если мы возьмем опыт нашей компании Кодерлайн, то запросов со стороны бухгалтеров «помогите то-то, то-то разобраться в бухгалтерии предприятия» становится все меньше и меньше. Но запросов «а как это работает в ERP с точки зрения бухучета» у нас увеличивается. Поэтому я делаю выводы, что бухгалтерию самостоятельно бухгалтера давно разобрались, они его используют как инструмент. А в ERP им нужно просто подсказать, где что и как чуть может быть что позволяет ERP с точки зрения бухгалтера улучшить их работу либо функцию. поэтому поэтому здесь не пытался сказать, что ERP плохая бухгалтерия. Просто к ней нужно немножко подготовиться чуть-чуть и все. Ну, какими блоками внедрять систему, с чего начинать, это нужно все-таки с предпроектного обследования. Нужно смотреть, да. Начинать нужно все-таки из таких более простых блоков, которые быстрее подтверждаются. Ну, может быть, они ложатся самостоятельно без доработок. Да, и люди уже будут получать эффект определенный с этого всего. То есть, это все индивидуально. По каждой компании нужно смотреть. Где кто как из чего начинает. Конфигурацию ERP можно ознакомиться. Во-первых, есть много материалов и на сайте 1С. Демки выложены, и у нас на сайте CoderLine есть. Если вы хотите демо-доступ, то тоже можно обратиться к франчайзе. Она может предоставить демо-доступ к системе, где вы можете самостоятельно поковыряться. Но самый лучший способ ознакомиться с ERP это также обратиться к франчайзе для того, чтобы была проведена демонстрация типового решения. Наша компания тоже это всегда проводит и рассказывает. Единственное, только заранее нужно немножко проговорить, какие контуры хотелось посмотреть, потому что продемонстрировать всю ERP со всеми контурами это уйдет везде. Поэтому лучше какими-то блоками дать акцент, что вас более интересует, ну, и уже так где-то на типовом конкурации посмотреть как это выглядит. Ну, здесь такие вопросы пошли специфические, в том числе и бухгалтерские, как признанные расходы, как непризнанные расходы. Смотрите, система есть, можно сделать выгрузку и потом уже посмотреть, как это ложится, посмотреть, как эти признанные расходы будут сделаны, не будут сделаны, ну, там с остатками и все остальное. Мы же не говорим, что мы это все сделали в ночь 31 декабря на 1 января, 1 января отключили ОПП и дальше не знаем, что с этим делать, потому что старой системы нет, а в новой еще никто не понимает, как работает. Можно произвести выгрузки заранее, среди года спокойно там посмотреть, поковыряться, попытаться посмотреть, как будут выглядеть ваши вопросы. Я не бухгалтер, поэтому мне сложно сказать, как сдаются уточненки, честно. Там, наверное, наверное, типовыми бухгалтерскими. То есть, у нас, если мы провели сверху базы, то же самое ОПП или бухгалтерии, после этого, как сдаются уточненки, если произведена свертка базы на определенную дату. Тот же самый ответ на вопрос. Здесь ничто не меняется. Суть сегодняшнего семинара, как бы, вебинара было показать, что 1С готова со своей стороны к переходу на новые системы. 1С предоставила инструменты, с помощью которых можно произвести перенос. Эти инструменты не дают стопроцентной победы. Естественно, эти инструменты как там после переноса возможно потребуются какие-то обработки, доработки как там в инструкции. Смотрите, нижу звездочка обработать напильник. Но это нужно смотреть у каждой компании индивидуально. То есть инструмент есть, перенос провели, все это достаточно легко и просто, открыли систему, посмотрели, взлетело. Отлично, побежали, потихонечку начинаем внедрять контуры герпи последовательно по всем блокам. Не взлетело, тогда, наверное, приглашаем специалистов, тех, кто имеет опыт в этом всем, и они начинают разбирать ваш кейс. Что, где, как, почему. Потому что иногда и в типовой системе можно вести немножко нетиповые учеты какие-то, и потом спрашивать, почему это так легло или не легло. Марьяна, ну, смотрите, все индивидуально, да, если в компании продажами занимается всего один менеджер, у них продажа выглядит заказ, счет, предоплата, отгрузка, а производство это некий большой блок, в котором куча переделов, все остальное, то, естественно, лучше начать там с продаж. Если это, ну, если это с самой продажи выглядят как некий блок очень сложный всего и где, то можно там закупок начинать. Нельзя вот так вот ответить, с чего лучше начинать. Начинать нужно комплексное внедрение на системе, начинать нужно с предпроектного обследования. После предпроектного обследования можно уже определиться, как оптимально в данной компании можно внедрять ERP. Что, где, с какого блока и куда двигаться. С чего точно неправильно начинать, это с регламентированного учета. Потому что, ну, регламентированный учет, он делается потом, когда введены блоки оперативного учета по всем подразделениям. Тогда уже можно дальше смотреть, параллельно это ложится и раскладывается. Поэтому индивидуально. Индивидуально после обследования так нельзя сказать с чего и где. К нам тоже обращаются как бы иногда у нас типовая ОПП, все типовое, все процессы типовые, все хорошо, давайте быстро мы сейчас ERP запринем. Начинаем просто такие вопросы простые спрашивать. да, они с одной стороны типовые, все равно каждый его по-своему этот функционал изменяет. То есть возьмем даже с точки зрения ERP, у нас появилось такое понятие как партнер, ОПП такого понятия нет. Но все равно каждый в своей компании все равно старается вести эту сущность распределения по клиентам, которые есть на местах, поэтому все индивидуально. Ну, я уже говорил, как сдавать уточненки, это то же самое, как если у вас произошла свертка базы по остаткам. Я, к сожалению, не бухгалтер, я не готов на этот вопрос ответить, порол уточненки. Вот, вы можете как бы там с нами соединиться, если этот вопрос прям актуален. И мы подготовим развернутый ответ по этому вопросу. Спасибо большое. Я надеюсь, что мой вебинар был полезен. Вам основной посыл его был о том, что пробуем, экспериментируем. Страшного в переходе нет, если у вас типовой функционал, если, может быть, от тех доработок, которые сделаны, можно тоже отказаться, то есть произвести обновление до последнего релиза, доработки, которые были сделаны, может быть, их можно уже и отмереть, потому что не всегда в процессе действия компании происходит ревизия информации, которая есть. Перенос осуществили, посмотрели и если все хорошо, все корректно, там условно за какие-то небольшие деньги, либо самостоятельными средствами, самостоятельно с помощью своей IT-компании вы можете осуществить переезд на новую современную систему. Ничего в этом сложного нет, есть помощь и поддержка со стороны 1С в этих вопросах. Поэтому вопросы, я смотрю, закончились, поэтому я предлагаю наш вебинар закончить на эту тему. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо большое, до свидания, жду вас на следующих вебинарах нашей компании. Продолжение следует...